Чартер Несмотря на все опасности, которые подстерегают челноков в каждой поездке за рубеж, билеты на самолет в большом дефиците. Ими спекулируют и проворачивают аферы. Еще нет электронного контроля, бланки выписывают от руки. Часто продают билетов в три раза больше, чем мест в самолете. Пассажиры целыми группами не могут вылететь за границу. Держа в руках настоящие посадочные талоны, они сутками просиживают в аэропортах. Приходит человек, а места уже нет, потому что самолет уже битком. И вот таких несчастных 30-40 человек стоят и жалуются. А кому жаловаться? Соответственно, наша задача была подкрыть своих в первую очередь. У отставного капитана Мрыхина явные преимущества. У него со времен работы военным переводчиком есть загранпаспорт, он профессионально владеет языком и живет, Валерий, на границе с Китаем, на левом берегу Амура. Чтобы попасть в другую страну, ему нужно всего лишь перебраться на правый берег. Здесь Валерий без визы может хоть каждый день нелегально выезжать в Братскую Республику за товаром. Русский чурнок садился, россиянин, на велорикшу и дефилировал по этому самому, по городу Хэйхэ. Друг на друга ехали, встречали, приветствовали, привет, там, велорикша, там, они... Когда только даже с таможни выходишь, стоят какой-то таксисты там, давалися, машинка, машинка, поехали. Велорикша. Так челноки называют китайцев, которые управляют национальным транспортным средством, велосипедом, оборудованным удобным местом для пассажира и багажа. Как правило, этот человек сопровождает нашего челнока и на рынке, носит за ним тяжелые баулы. Если водитель велорикша хоть немного знает русский язык, служит челнокам еще и переводчикам, помогает торговаться. Китайцы своему уступают гораздо больше, чем иностранцу. Рикша старается изо всех сил. Он знает, если понравится иностранцу, в следующий раз тот обратится именно к нему. Уже установившиеся отношения, ты даже дал денег, они там что-то тебе купили. И вот я говорю, или велорикша, который за тобой все время следует и носит твои сумки, чтобы он там куда-то убежал. Ну, не было такого. То есть они тут четко знали, что еще раз приедет. Китайские авиакомпании тоже заинтересованы в наших пассажирах. Они быстро ориентируются и специально для наших челноков начинают переоборудовать самолет. В Ил-86 или Ту-154 сняты сиденья. Весь салон можно забить товаром. Получается своего рода авиарикши. Первый такой самолет из Москвы в Пекин начинает летать в 90-м году. Рейс каждую неделю. Челноки и сопровождающие лежат прямо на мешках. Я вот сама путешествовала на тюках. Летела с группой. И опять же, то есть заинтересованы были в том, чтобы как можно больше людей. Ну мы, как туроператоры, уже как можно больше людей отправить, как можно больше денег заработать. А сами уже как-нибудь на откидных, в проходе. Ну вот. И неоднократно летала сзади, как раз в отделении, где освобождались кресла. И лежали тюки. И вот пристроившись между тюками, очень удобно, мягко. Летали мы сопровождающие. В челночных самолетах грузовые отделения тоже максимально забивают товаром. Представителям авиакомпаний лично приходится спускаться к грузчикам, контролировать, уместились ли в самолет все багажные контейнеры. Загружали эти контейнеры так, что, в общем, скажем так, линейку можно было не просунуть между вот этими вещами. Ну это так, может быть, несколько утрировано, но, тем не менее, в общем-то, требовало дополнительных усилий. Летать на перегруженных самолетах опасно. От лишнего веса они могут упасть или вовсе не взлететь. Не оторвавшись от взлетной полосы, самолет может столкнуться с препятствием, загореться и взорваться. После столкновения с препятствием может просто развалиться. А естественно, что это все происходит на взлете. Естественно, в самолете в его баках заправлено, там, скажем, 300, вернее, 30, 40, 50 тонн топлива. Естественно, происходит пожар. Самыми, как лиц, непредсказуемыми последствиями. В 98-м году в Арабских Эмиратах сразу после взлета из аэропорта потерпел аварию самолет Ил-76. В 99-м в Иркутском аэропорту, не набрав нужную высоту, рухнул грузовой самолет. Борт выполнял чартерный рейс из Китая в Москву. В 2001-м в Подмосковье разбился точно такой же грузовой самолет. Авиалейнер должен был лететь чартерным рейсом по маршруту Чкаловск-Норильск. На борту 40 тонн стройматериалов и парфюмерии. Пожар удалось потушить почти через час. Все эти катастрофы с человеческими жертвами. Причина одна. Загруженность самолетов выше допустимой нормы. Несмотря на опасность и все неудобства, спрос на чартерные рейсы растет. Билеты самые дешевые. Челночный бизнес расширяется. Через два года чартерными рейсами Москва-Пекин уже летают три раза в неделю. Наши предприниматели на протяжении семи лет путешествуют на мешках. У нас востребовано было все. Ну вот одежды у нас ее не было, не хватало, поэтому все это уходило с колес, как мы тогда называли. Поэтому было и относительно легко заниматься бизнесом. Были тогда бартерные сделки. То есть валютой платежа была условная валюта швейцарских франк. То есть и китайская сторона, и мы рассчитывали, что данный дипломат стоит 100 швейцарских франков. А вот наша камазовская шина стоит 200 китайских франков. За каждый рейс челноки стараются увезти как можно больше товара. О технике безопасности никто не думает. Больше увезешь, больше заработаешь. За лишние килограммы на таможне нужно платить. На каждого челнока положен был входящий в его оплаченный тур бесплатные килограммы. То есть они уже оплачены. Он так может купить там, не знаю, 500 килограмм, и у него 150-120 килограмм. Чтобы сэкономить деньги, челноки проявляют чудеса изобретательности. Во время посадки в самолет они значительно увеличиваются в объемах. Надевают на себя одежду на 10 размеров больше. Под ней прячут товары. Что-то наматывают на ноги, руки, туловище. Что-то скрывают в бездонных карманах. Часы в несколько рядов подшивают к внутренней части брюк и рукавов. Кроссовки привязывают веревками к ногам. Вазы засовывают в широкие рукава. Контрабандным путем провозят валюту. Доллары зашивают в трусах, под подкладкой косметичек, прячут в щетках-расческах или под стельками в обуви. В те годы в аэропортах еще не раздевают пассажиров на досмотре. Из Пекина, когда летели наши челноки, пуховиков, одевалось несколько. Один на другой, третий на второй потом. Чтобы просто побольше привезти, побольше продать, окупить поездку и что-то заработать на этом. Ноябрь 1995 года. Рейс Стамбул-Москва. На борту самолета Ил-62 грузопассажирской комплектации летит парочка влюбленных. Он групповод из Москвы, а начал ночница из Нижнего Новгорода. На протяжении всех пяти дней поездки группа с интересом наблюдает, как развивается их романтическая история. Кульминация наступает только в самолете на обратном пути. Вот у них там на мешках произошла интимная романтическая сцена. И потом она в самом, это самое, момент открытости вообще и доверия, она ему говорит, ну, а вот тебе же не нужны твои бесплатные килограммы. А у тебя наверняка тоже они положены. И он говорит, да, да, конечно, зачем мне, я же ничего не покупаю, не тарюсь, конечно, я на тебя перепишу. Потом приходит, садится и говорит, я только что за 200, это был самый дорогой половой акт в моей жизни. Челночный бизнес связан с высокой степенью риска. Никто не может с точностью рассчитать успех дела. Поэтому в этой среде быстро распространяются разные суеверия. Челноки боятся черных кошек и к прилавку подходят только с правой ноги. Дурным знаком считается, если сумма покупки составляет 666. Ее обычно округляют в пользу покупателя. Продавцы меховой и кожаной одежды вводят деньгами, вырученными от продажи, по другим вещам. Купюры раскладывают веером. Считается, что так они на магическом уровне привлекают покупателя. Особенно щепетильно относятся к первому и последнему. Лучше, если это мужчина. Важно, чтобы он обязательно что-нибудь купил. Ему могут отдать товар даже по закупочной цене. Большие скидки предоставляют юбилейным покупателям. Хорошей приметой считается отдать товар без наценки коллеге, работающему на одном рынке. Приезжая на оптовые рынки, они брали все достаточно, ну, там, может, не из-за бесценок. Понятно, что любая вещь имеет свою цену. Но достаточно дешево, да. И, соответственно, эта цена вырастала в Москве, ну, там, в 5, а то и в 10 раз. И таким образом люди действительно хотя бы могли сводить концы с концами. Вместе с развитием челночного бизнеса появляется термин – новые русские. Их отличительные черты – 600-й Мерседес или черный БМВ, сотовый телефон с антенной, малиновый пиджак, пальцы веером и скудный словарный запас. Многие до сих пор считают, что новые русские – это разбогатевшие челноки. На самом деле это не так. Новые русские – это бандиты, которые пытаются подчинить себе челноков, незаконно заставляют торговцев платить им своего рода налоги. В России появляется такое понятие, как рэкет. Вообще, кто такие? Вот с нашли подъехали, сейчас поговорим. Здорово, парни! Привет, Серега! Че у вас тут за терки? Да вот Андреевич, на бак кинуть хотят. Это, парни, этот человек работает с нами и кинуть его не получится. Никто не хочет его кидать, у нас реально денег нет. Че этот коммерс так разговаривает? Я же объясняю, с Лавандосом проблемы, вот махом есть кем. Да машина нам не сдалась. Давай оплачивай. Да подожди. А че, нормальные? А то у Кольки вчера из Пальжирика выдрали. Хулиганы какие-то. Спасибо. Счастливо, братва. Счастливо. У меня в Благовещенске были знакомые, у них были киоски по продажу, всякого, там, сигареты, печенье, лимонад там и так далее. Вот, приходили рэкетиры, договорились, что мы вас будем охранять, оберегать, вы только нам платите в месяц, там, ну, к определенную сумму. Те отказывались, вот я знаю, там, киоск сожгли ночью. Он был не ночной, благо там никого не было, но тем не менее, облить бензином сожгли. И всем на них было начхать абсолютно. И государству, и простые граждане их ненавидели и презирали. То, что они их кормят, обувают, они их за это ненавидели и презирали. Бандитские группировки начинают контролировать бизнес на рынках. Рэкетиры требуют деньги за место и за безопасность. Тех же, кто отказывается платить дань, жестоко наказывают. Поджигают квартиры, разбивают машины. Так, 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 ну что ж, начнем, помолясь. Только без мокрухи, ребята, без мокрухи. Граждане! За что боролись? И за это не прорезуем. Довольте все, что мы экономим, называющим есть месяц. Идем. Остановим справедливость. Сделаем доброе дело. Челноков грабят и убивают на дорогах. В середине 90-х на маршруте Иркутск-Пекин-Улан-Батор орудуют вооруженные банды. По сей день опасно ездить на автобусах. Очень сложный был бизнес. Это люди всякие лишения, теряли деньги, здоровье, заболевали. Потом вот эти вот все рэкеты, бандиты. Ну и в том числе и таможня тоже не давала очень сильно добро на право оставленного товара. Очень сложный бизнес, очень тяжелый бизнес. Рэкетиры прочно устанавливают свои права на рынке. Но с другой стороны, когда челнокам не хватает денег на поездку, они берут в долг у тех же бандитов, которые их крышуют. То есть оберегают от других бандитов. Просто по звонку, Вася, мне нужно там, сколько тебе надо? Полтос. Ну нормально, встречаемся. На обычном месте. Все приезжает мятыми двадцатками, тебе 50 тысяч. Никаких вопросов. Всегда можно было экспресс профинансироваться. То есть кредитование такое. Конечно, если ты их не отдашь, и они знают, что ты там, когда ты улетишь, когда ты прилетишь. Если ты не отдашь эти деньги, тебя убьют. Ты все. Август 1996 года. Стамбул. Федор Данаевский сопровождает группу челноков. У одной женщины в номере пропадают все деньги. Она брала их в долг у бандитов и еще ничего не успела купить. И она вся в слезах, говорит, ну я тогда уже здесь буду оставаться, в Турции, потому что мне что туда лететь. Меня в аэропорту прям сразу на куски порежут. И вот это я один раз в жизни видел. Случай челноческой солидарности. В группе около 150 челноков. Они хорошо понимают, что ожидает невезучую попутчицу. Торговцам часто приходится занимать деньги под проценты. Это рискованно. Можно потерять все. После нескольких неудачных поездок многие попадают в долговую кабалу. Чтобы рассчитаться с бандитами, приходится продавать квартиры, машины. Группа единогласно принимает решение помочь обворованной женщине. Все сбрасываются, кто по 100 долларов, кто больше. Челноки понимают, каждый из них завтра может оказаться в такой же ситуации. Их селили же чужих друг с другом людей в один номер, чтобы из экономии. А как потом? Не спать ты не можешь всю ночь? Поэтому рано или поздно тебя твоя соседка может обокрасть. В результате челночница благополучно закупает товар и, вернувшись домой, рассчитывается с бандитами. Современные челноки по-прежнему остаются незащищенными. Их все еще грабят на дорогах. И бандиты, и коррумпированные структуры. За торговое место надо платить. Правда, теперь не бандитам, а официальным структурам. Любой инспектор найдет, за что оштрафовать. Государство душит высокими налогами. Но в конечном счете за все это платим мы, покупатели. Ведь цену товара по-прежнему определяют все затраты, вложенные в товар. Эту мужскую сумку известной торговой марки мы купили в Париже за 500 евро. В пересчете на рубли это около 20 тысяч. А эту, той же фирмы в Пекине, за 200 юаней. Что соответствует одной тысяче рублей. В 20 раз дешевле, чем в Париже. Делают достаточно качественно. Иной раз прямо и не отличишь. Конечно, знатоки увидят разницу. А так, почему бы не купить часики, которые стоят 5-10 тысяч долларов за каких-нибудь 200 юаней. Главное, действительно, это красиво. И в какую-то часть времени они будут работать. 90% вещей с этикетками европейских брендовых фирм шьют на территории Китая. Известные итальянские и французские лидеры моды имеют здесь свои фабрики. Здесь дешевле рабочая сила. Это снижает себестоимость товара. Хозяева брендов привозят готовые вещи в свои страны и продают их по очень высокой цене. В любой европейской стране, в российскому предпринимателю всегда выгоднее разместить свой заказ в Китае. Потому что, несмотря на большое расстояние и на стоимость доставки груза, все равно себестоимость его производства однозначно будет ниже, чем если это делать у себя на родине. То есть, хотя этот бренд просто-напросто обшивается на территории Китая. Заводы в Китае работают в три смены. Первые две проводят по документам. Третья смена шьет тот же товар из той же ткани теми же нитками. Отличие только в том, что эту продукцию не проводят через бухгалтерию. Вот эта часть товара и становится контрафактом. У нас в основном контрафакт перемещается в 90% из Юго-Восточной Азии. И документов, каких-либо подтверждающих от правообладателя на данные товары нет. Челночный бизнес в России полулегальный. Большую часть товара привозят сюда, обходя законы. Это не подделка. Лицензионный товар высокого качества на нелегальные поставки делают его контрафактным. Если товар без документов выявляют на таможне, то его задерживают до выяснения обстоятельств. Дальше начинается долгая и сложная процедура. Что касается стоимости люстры, то у меня есть заключение эксперта. Она не из венецианского стекла, как утверждают потерпевшие, а изготовлена в Воронеже артелью имени Клары Цеткин и продается по розничной цене 37 рублей 46 копеек. Я сам не знал, Мурзар. Клянусь честью. Попадла буду. Мы составляем материалы в порядке административного кодекса и, как я уже сказал ранее, передаем копии этих документов, фотоматериалы представителям, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации как правообладателям того или иного товарного знака. И они уже выносят свое решение. Опять же, это все выносится в рамках судебных разбирательств. По решению суда, контрафактная продукция, как правило, подлежит уничтожению. Ее должны сжечь или утилизировать. Челнока, пытавшегося перевезти через границу контрафакт, штрафуют в крупных размерах. Если его действие признано судом как контрабанда, заводится уголовное дело. Такому вору чужого товарного знака уже грозит срок. Есть, естественно, и самое что именно есть обычный контрафакт. Который никто не отменял в Китае. Они на этом деле собаку съели. Постепенно челноки становятся настоящими мастерами своего дела. Они начинают досконально разбираться в качестве товара. Их уже не так просто обмануть. Вот он идет, он видит шубу там за 100 метров. Он говорит, что эта норка сделана там из мальчиков или там, я не знаю, там из девочек. Что сделано там-то, там-то. Модель называется такая-то. Продается она здесь за столько-то. Можно ее потом в Москве продать за столько. У челноков даже, как в любой профессии, появляются свои профессиональные термины. Когда они разговаривают между собой, непосвященному человеку трудно их понять. Вот небольшой словарик выражений челночного сленга. Конец. Это сумма всех затрат, вложенных в поездку. Вытащить один конец. Окупить все затраты. Лететь заряженным. Вывозить без декларации больше денег, чем разрешено. Лететь муравьем. Тащить на себе огромные баулы. Круто залететь. Прогореть. Оказаться в долгах. Май 1991 года. Валерий Мрыхин в очередной раз приезжает в Китай за товаром. Местные жители встречают его и других челноков агрессивно. Выкрикивают в их адрес обидные слова, а советские деньги выбрасывают из окон. Открывай. О-о-о. Давно таких не видел. Где? Ты Рокфеллер? Да нет, ты больше, чем Рокфеллер. Ты Анасис, дед. Что ты ржешь? Ну, жаль, что они старые. Дело в том, что ты... Я, честное слово, я очень тебе признателен. Я тронут, дед. Но они сейчас недействительны. Эти деньги ничего не стоят. И вот тогда были моменты, когда китайцы и жгли эти прилюдно, и, ну, купюры старые, и обклеивали вот автобусы с туристами, с туристами этими купюрами, типа, заберите себе вот. То есть это очень неприятно было. В этот период в нашей стране проходит Павловская денежная реформа. До этого момента китайцы охотно принимали наши купюры и уже накопили приличные суммы. По разным оценкам, ну, я возьму наиболее такую среднюю, оптимальную оценку, за рубежом этих денежных знаков сегодня есть порядка 7 миллиардов рублей. Но во время реформы иностранцы не имеют возможности обменять наши устаревшие деньги на новые. Советские 50- и 100-рублевые купюры для китайцев мгновенно превращаются в бессмысленные цветные фантики. Выражаясь челночным сленгом, они круто залетели. Это сильно подрывает партнерские отношения. Карго. Груз без сопровождения. С появлением этого понятия челночное движение приобретает крупные масштабы. Начинается новая эпоха цивилизованного бизнеса. Правда, войти в него теперь новым бизнесменам очень сложно. Я считаю, что в нашей стране на сегодняшний день все, кто открывает бизнес, это не очень успешно. Надо было вовремя открывать, например, лет 10 назад. Тогда люди, когда успели, они и заработали сейчас денег, и какую-то базу, и, в общем, на этом они и живут. Клиентов и прочее, прочее. Изменились времена. Изменилось и качество товара. Если раньше наши челночки скупали в Китае все подряд, то теперь они предъявляют более высокие требования. Да и китайцы научились делать продукцию высокого качества. Бизнес становится цивилизованным. В наши дни муравьем за рубеж никто не летает. Путешествия на мешках остались в прошлом. Предприниматели отправляются за границу в комфортабельных самолетах. Живут в бизнес-центрах, специально построенных для них за последние годы. Верхние этажи занимают гостиничные номера, в нижних – торговые офисы. Бизнесмен выбирает товар по образцам или каталогу. Делает заказ, подписывает договор. Оплачивает сделку, доставку и уезжает. Рядом с торговым центром находится карго-склад, куда приходит готовый товар. Здесь его китайцы упаковывают в контейнеры. Представители торговых фирм контролируют качество и страхуют груз. Товар доставляют до места назначения всевозможными способами. Автомобили, самолеты, поезда, суда, контейнеры. Все, что угодно. Все, что движется, все, что может перевозить этот груз, оно его и перевозит. Самолетом быстрее, пароходом дешевле. Через 2-4 недели готовую партию товара предприниматель встречает дома. Цивилизованным бизнесом посчастливилось заниматься далеко не каждому. Во-первых, остались те, кто почестнее, просто естественный отбор. Там, когда люди летают группой, ездят вместе, ну, нечестно, так или иначе, его видно, и потом это, в общем, его как-то выжимают. Потом ему трудно на рынке и здесь тоже удержаться, и конкурировать с ним трудно. Потом, опять же, извините, естественный отстрел. То есть, просто люди, сколько-то людей каждый год переезжало в юдоль печали, потому что это часть, одна из составляющих, части их профессии было. Май 2008 года. Благовещенск. Человек средних лет, интеллигентного вида, в очках, в тренировочном костюме, спешит на погранпост российско-китайской границы. Это памятник российскому челноку. Он установлен в честь предпринимателей 90-х годов. На поясе у челнока традиционная сумка-кошелёнка, в которую каждый желающий может бросить монетку на счастье. Ну, я хочу сказать, что вот люди, которые все это пережили, их просто всех надо награждать какими-то особыми медалями. Они все такие, как ветераны перестройки. Потому что, ну, это как свой маленький Афган или своя маленькая Чечня. Июль 2009 года. Екатеринбург. Центральный вход самого крупного вещевого рынка на Урале – Таганский ряд. Местные власти устанавливают второй памятник челнокам. Скульптура изображает бывших учительницу и инженера. Оставив свою основную деятельность, они стали челноками. Эти два образа являются типичными представителями профессии торговца вещевого рынка. Обе фигуры установлены на постаменте в виде земного шара, напоминающим нам об огромных расстояниях, которые вынуждены преодолевать торговцы во время поездок за товарами. Люди с этими сумками, с этими таможнями и так далее – это такие головные боли. Но сам факт – они хоть какую-то копейку имели, хоть что-то они могли себе позволить в жизни, в воспитании ребенка и так далее. В 1998-м торговый бизнес переживает серьезный кризис. Резкий скачок доллара и стремительное падение рубля в очередной раз обесценивает наши деньги. Многие челноки, мгновенно обанкротившись, вынуждены выйти из бизнеса. 1998-й год. Ну, по всем тогда жахнул. Естественно. И по челнокам, и по турфирмам. Тогда вообще в стопоре находились все некоторое время. Ну, достаточно быстро, конечно, залезали раны, но время было очень тяжелое. В кризис 1998-го компания «Валерия» терпит крах. В этот период бывший военный живет в Ростове-на-Дону. Торгует дорогой брендовой косметикой и парфюмерией. Это престижный, но малоприбыльный бизнес. Валерию приходится из него выйти. А так, ну, вы карабкаете. Многие остались на этом рынке. Ну, вот я как раз тот, который с косметики ушел, а стали заниматься сырьем. После полного краха Валерию с трудом удается восстанавливать силы. Его компания начинает заниматься торговлей крахмалом. В отличие от косметики, это не престижный вид бизнеса, зато приносит гораздо больше прибыли. Покупатели находятся даже в самые трудные периоды. Обычно в кризис, насколько, так сказать, уже из опыта прохождения двух кризисов, все-таки сырье есть сырье, особенно сырье для пищевой промышленности. То есть кушать хочется всегда. В 2008 году очередной кризис топят еще тысячи частных предпринимателей. Закрываются фирмы. Останавливают работу крупные заводы. Многие после этих событий до сих пор не могут прийти в себя. В августе 2009 года закрывают главный оптовый рынок страны – Черкизовский. Миллионы людей остаются без работы. Ходят слухи, что это становится причиной массовых самоубийств. Когда начинают разбирать павильоны Черкизона, под плитами бывшего рынка находят трупы нелегальных мигрантов, оставшихся без работы. Но главный оптовый рынок страны не исчез совсем. Уже через 2-3 месяца новые павильоны начинают работать в Подмосковье. Черкизон просто перенесли за пределы столицы. Хотя, конечно, это в очередной раз сильно ударило по карману мелких торговцев. Часть товара пропала, так как прошел сезон. На закупку нового многим пришлось занимать деньги. На новом рынке торговля пока идет плохо. Во-первых, многие покупатели не знают, что рынок продолжает работать. Во-вторых, клиентам еще нужно привыкать к новому месту. Такие переезды всегда влекут за собой финансовые потери. Но ничего, наши предприниматели научились пережидать трудности. В нашей стране даже встречаются такие смельчаки, которые открывают новые производства после кризиса 2008 года. В Италию летали в основном тетеньки. Там процентов, наверное, 90 было тетенек, которые либо хозяйки каких-то магазинов, либо товароведы. Причем их надо сказать, что социальный статус в процессе менялся. То есть, скажем, в 97-м году уже у них уже были свои магазины где-то на периферии. Они их называли бутики. Очевидно, от французского слова «бутик». И они в этих бутиках продавали вот то, что все они привозили. Путешествуя по странам третьего мира, некоторым челнокам удается накопить солидный капитал. Они выходят на более высокий уровень, осваивают новые маршруты, начинают ездить за товаром по Европе. Одними из самых престижных направлений считаются Италия и Франция. Там товары значительно дороже, но и качество намного выше. Отсюда челноки везут в Россию преимущественно бренды. Выбор таких маршрутов свидетельствует о хорошем вкусе предпринимателя и его высоком доставке. Челнок, успешно перешедший на европейский уровень, автоматически попадает в разряд элитных бизнесменов. В торговой среде это считается своего рода карьерным ростом. В 2009 году известная эстрадная певица Ирина Салтыкова возобновляет предпринимательскую деятельность. Она открывает салон модной одежды. У звезды небольшой цех, где она разрабатывает новые модели. Затем партию товара заказывает на фабрике за рубежом. Я считаю, что человек должен работать. И такая, как я, я люблю работать. И любой труд облагораживает человека. И я не могу, чтобы у меня было много свободного времени. А так как сегодня гастролей меньше, чем раньше, например, да и даже если бы их было много, я бы физически не смогла. Потому что очень тяжело, дороги выматывают. Поэтому работать в Москве, естественно, было нужно, необходимо. Просто нужно было выбрать, что тебе близко, что тебе интересно, в первую очередь, и в чем ты разбираешься. Ирина признается, что сегодня заниматься бизнесом очень сложно. Душат налоги. Реклама обходится очень дорого. Аренда за помещение выше, чем прибыль от продаж. Пока маленький бизнес Ирины Салтыковой не приносит прибыли. Звезда говорит, что известное имя с одной стороны помогает, с другой, напротив, мешает ей. У меня шоу-бизнес от меня никуда не убегает. То есть я даю концерты, и я очень довольна. Но я много их дайвать не могу. Мне, наоборот, нравится, что у меня два разных дела и два интересных дела. И что значит переключаться? Мне кажется, я в гармонии живу. Кому-то сцены, это как они из-за сцены жертвуют своей личной жизнью и так далее. А мне не в первую очередь сцены. Поэтому каждому свое. В кризис 2008-го компания Валерия Мрыхина тоже терпит большие убытки. Значительно снижает свои обороты, но все-таки продолжает работать. Мы начинаем продавать даже ниже себестоимости. Потому что, потеряв клиента, кризисы приходят и уходят. Но, потеряв клиента, мы потеряем в дальнейшем и фирму, и все, и весь бизнес. Сегодня капитан запаса живет в Пекине. Он работает наемным заместителем руководителя крупной китайской компании, которая поставляет в Россию и страны СНГ крахмал, пищевые добавки и сушеные овощи. Валерий 10 лет своей жизни посвятил службе в армии. И вот уже более 20 занимается бизнесом. Судьба заставила его пройти долгий и тяжелый путь челнока. Но и в этом диком бизнесе бывшему военному удалось сделать своего рода карьеру. Перейти в категорию крупных поставщиков. Вот когда я учился, учился на военного переводчика и так далее, и когда мечтал о, может быть, звездах, погонах и так далее, то есть это реально было здорово, интересно, романтика по тем временам. И, скажем, не будь тех катаклизмов, которые случились с Советским Союзом, может, я так бы и служил. Но когда это был раздрайв в стране и что-то такое, ну, что случилось, то, что случилось, то пришлось, я вынужден был заниматься бизнесом изначально. Принято считать, что челночного движения в России больше нет. Высокие пошлины на таможне делают бизнес невыгодным для мелких торговцев. Большей частью они исчезли как класс. Тех, кому повезло, теперь называют оптовыми импортерами или поставщиками. Китай – это стопроцентно возвратное, вот как мы называем, направление. Единственное, что туда поехав, человек обязательно захочет вернуться. На самом деле челноки не исчезли совсем. Они, как обычно, нашли новый способ выживания – сменили маршруты. Сегодня муравьями ездят не за границу, а перемещаются внутри страны. Из Москвы везут товары в регионы, из регионов – в Москву. Они все еще спят на баулах, но теперь в импровизированных чартерных автобусах и каждый день подвергаются риску. Кто-то уже не представляет себе другого образа жизни и способа заработка. На рынке по-прежнему правит главный принцип. Пока есть спрос на их недорогие услуги и товары, остается и предложение. Субтитры создавал DimaTorzok